Привет, друзья! В RD-мебор поступил очередной автомобиль. Таких машин у нас еще не было. Встречайте, Kia Sportus 4-го поколения. Конечно же, Kia Sportus очень популярный автомобиль в нашем автосалоне, но именно в 4-м поколении машин пока что не было. Это первенец. Этот автомобиль 2016 года выпуска. Он был собран в России. Вообще, у него был только один владелец. Его купили у дилера в июле 2016 года. Автомобиль эксплуатировался всегда только в городе Краснодар. Наш паркетник оборудован бензиновым мотором, объемом 2 литра. Это рядная четверка G4NA. Для России мощность у него 150 лошадиных сил. Здесь полный привод, который можно отключать или подключать. И классический автомат на 6 ступеней. В процессе общения с нашими клиентами я часто слышал такое мнение, что на автомобилях Kia Sportus данного двигателя, 2 литра бензинового, очень не хватает. Поэтому мы в конце нашего ролика устроим коротенький автотест и посмотрим, действительно ли хватает этого мотора этому автомобилю или нет. Что касается дорожного просвета нашего паркетника, то по сравнению с предыдущим поколением клиренс немного увеличился. У прошлого Sportus был дорожный просвет 175 мм в среднем, а здесь же он составляет 182 мм. В целом эта прибавка, конечно же, положительно скажется на проходимости автомобиля. Но визуально кажется, что губа бампера свисает ниже, чем на предыдущем автомобиле. За счет этого машина стала менее, так скажем, проходимая на сложных участках. Поэтому немного будет непривычно ездить на этих машинах тем, кто и владел предыдущим поколением Kia Sportage. Что касается колес на данном автомобиле, здесь установлено оригинальное литье. Колеса стоят ХНК, они летние, размер их 225 на 60 на 17. Этот Kia Sportage российской сборки. И существует такое мнение, что автомобили российской сборки плохого качества, сборка хромает и зазоры даже по кузову не выставлены. Но в данном случае к этому автомобилю претензий абсолютно нет. Собран он очень качественно. Что касается состояния внешности этой машины, все-таки автомобиль ездил, хоть он и всего лишь годовалый. Есть пару сколов на капоте, но стекла все оригинальные. Никакое стекло не менялось, на лобовике трещин не имеется. Пару слов о багажнике. По сравнению с предыдущим поколением, объем багажного пространства в этом автомобиле, именно по литражу, немного уменьшился. Но визуально это не особо заметно. Что касается состояния багажника в данном случае, то здесь абсолютно нет никаких нареканий. Машина очень-очень свежая, поэтому ее не успели еще, так скажем, укатать, как говорят. Шторка сохранилась. Она имеется, ее можно снимать при необходимости. Объем багажного пространства в данном случае составляет около 500 литров, чуть меньше. Если сидение второго ряда сложить, то у нас получится полторы тысячи литров практически. Под полом спрятана полноразмерная запаска на оригинальном литом диске. Но, если честно, и лично я согласился бы на докатку, но при этом, чтобы объем багажника был чуть больше. Но, видимо, производитель подумал, что так будет лучше. В общем, багажнику этого автомобиля отдаем высокую оценку. Итак, мы в салоне нашего кроссовера. Я считаю, что салон этого автомобиля по-настоящему уникален. Почему? Потому что сама машина не в самой богатой комплектации. Но обратите внимание на салон. Он кожаный. Этот салон перешивали полностью. И я считаю, что покрытие его гораздо более интересное, нежели может предложить производитель. Черная по краям кожа, светлая посередине. Она перфорированная, прошита очень качественно и красиво. К тому же, помимо кожаного салона, предыдущий владелец добавил в этот автомобиль большой монитор на центральную панель. Туда выводится изображение с задней камеры. Монитор действительно огромный. У него огромное количество различных функций, которые позволят вам более комфортно чувствовать себя в автомобиле на дальних расстояниях и вашим пассажирам. Вот, в общем, очень удобная вещь. Также предыдущий владелец установил сюда сигнализацию. И эта машина обслуживалась у официального дилера. Здесь есть полный набор документов. Сервисная книжка присутствует. Сейчас посмотрим, что тут интересного написано. Значит, да, отметки у дилера есть. То есть машина обслуживалась. Все, как и должно быть. В общем, пару слов еще о комплектации этой машины. Корейцы радуют тем, что даже в простых комплектациях здесь есть абсолютно все. Кондиционер, подогрев абсолютно всех сидений. Раньше в спорте же задние сидения грелись только в одном режиме, теперь их два. Подогрев руля. Руль кожаный. Он регулируется в разных плоскостях. На нем огромное количество кнопок. Круиз-контроль. Электронные помощники водителя. В общем, есть абсолютно все, что обычно бывает в дорогих комплектациях других производителей. И что еще очень радует, верхняя часть панели и верхняя часть пластика на передних дверях очень мягкая. И есть имитация прошивки, как будто бы кожаное покрытие и прошито нитью. Тоже очень симпатично все это выглядит. Итак, мы на заднем сидении нашего автомобиля. Здесь очень-очень просторно. Если сравнивать эту машину с предыдущим поколением, то, на мой взгляд, места немножко больше. Собственно, над головой. И садиться сюда очень-очень удобно также, потому что дверь стала шире, на мой взгляд. Места для ног вполне себе хватает. Есть подлокотник. Изофикс, конечно же, присутствует. В плане безопасности здесь все очень здорово. Именно в этой комплектации я насчитал 8 подушек безопасности. Сидение второго ряда можно сложить. И у вас получится практически ровный пол. Кстати, ровность этого пола немного выше, нежели, опять же, в Kia Sportage третьего поколения. Ну, а теперь, друзья, давайте прокатимся на этом автомобиле. Сейчас проверим, хватает ли двухлитрового бензинового мотора этому кроссоверу. Немножко подадим газу. Как раз есть пространство. Сгоняемся. 80. Сотня. Ну, я могу так сказать. Сейчас в автомобиле, на самом деле, три человека. И динамики мотора хватает для передвижения в городском потоке. Вы точно не будете чувствовать себя ущербным. Не знаю, как по трассе, но, думаю, тоже вполне себе неплохо будет. В общем, могу с уверенностью сказать, что динамики этой машины очень-очень хватает. Она достойная. Что касается того, как работает подвеска. На мой взгляд, она немножко жестковата. Но не забывайте о классе автомобиля. Это все-таки не 200-й ленд-крузер. Или там даже Pradik. Ну, или какой-то седан представительского класса. Мелкие стыки на асфальте. Хорошо передаются в салон. Но при этом нет какого-то громыхания. В общем, в целом, на машине ехать довольно-таки комфортно. Нет каких-то факторов, которые вызывали бы дискомфорт. Сейчас переезжаем ямы, люки. Нормальное поведение для современного кроссовера. Ну что, ребят, подводим итоги. Этот автомобиль, на самом деле, мне очень понравился. Предыдущий Kia Sportage тоже очень неплох. Эта машина, на мой взгляд, еще стала лучше. Значит, этот Kia Sportage вы можете приобрести в автосалоне RDM Import. Вы можете воспользоваться услугой Trade-in. Либо можете купить ее в кредит. На данном автомобиле продолжает распространяться заводская гарантия. Но, тем не менее, мы машину проверили. Диагностическая карта у наших менеджеров. Также автомобиль проверен по юридической части. Никаких вопросов нет абсолютно. Всю информацию по этому автомобилю вы можете узнать у наших менеджеров по телефону, который указан на вашем экране. Либо заходите на наш официальный сайт. Если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был я, Сомаков. Всем пока!